Когда ты просто радуешься мелочам, надо научиться радоваться мелочам. Вот просто там смотришь, травичка, девка, птичка, природа, да, вот люди. Сколько здесь прекрасного. Сидишь тут, люди, такая классная атмосфера, все довольные, все счастливые. Вот что тебе еще надо? Не радуйся этому. И когда мы можем, ты концентрируешься на этом хорошем, ты наполняешься, прям, что-то блаженство такое. Что тебе еще надо, елы-палы, это такой класс, это... Возможно, если счастье. Да, и что самое главное, что этот источник, он бесконечный, он бесконечный, он никогда не заканчивается. Уже, как я сказала, да, позавчера, вот то, что я осознала, что источник этот бесконечный, просто. Да, и когда ты вот это осознаешься, ты это чувствуешь, то ты все, ты счастливый, постоянно можешь счастье, и тебе ничего где-то маленького. Потом, когда ты уже наполнился этим, ты тоже можешь делиться всеми другими людьми, которые вокруг тебя. И ты притягиваешь таких людей, которые тоже счастливы, ну, или помогаешь тем людям, которые не нравятся кисненькие, и он увидел, да, ой, мне тоже классно, а что ты улыбаешься? А смотри, какое небо. Так, там же тучи. Так, что тучи? А там солнышко проглядывает. Видишь, такая маленькая дырочка? Точно, да, даже как ты это увидела. Вот это правильно, да. Здесь и сейчас не надо быть просто, особенно мы возвращаемся к этому, у нас проблемы, и мы там думаем, что там, оу, на самом деле бы здесь и сейчас вот так мало это нужно. Нет, какие классики, кажется. Но это, потому что присутствие, это так здорово, мне кажется, не просто находишься на сказке, а вот ты чувствуешь, что ты сидишь на этом стойе сенок, ты не разговариваешь, чувствуешь, амертло тебе. И полное присутствие, да, очень важно. Мне интересно, еще вы за Манипуру что-то скажете. А, Манипуру, сейчас скажу, да, прямо тут про Манипуру начали разговаривать. Скажите, чтобы слышала Оля тоже. Я Света. Я Света, простите. Я все хорошо. А, вы Света же сорока, ну елой была, конечно. СС, вы же не ранее сказали. Я Руслан Воронцов. Я знаю, да. Я Иран. Иран. Очень красиво, Иран. Очень классно. Да, благодарю. Тоже такая форма нравится. У меня как бы сейчас вопрос на проводовку Манипуры. И различные я вот для себя пробую методы. Мне это нравится, потому что я чувствую этот рост. Когда зона роста, и когда ты начинаешь делать то, что раньше ты не делал, то, что тебе сложно, ты начинаешь очень радоваться. Потому что это что-то новое, когда ты вот изращиваешь себя. И здесь на сказке я вот тоже. И вот я спросил Ирен, она мне сказала, что вот она ходила, активировалась эти чакры. Для чего, скажите еще раз? Да, у меня сейчас вопрос уницизации знаний. Ну, запуска в мир своих творений. Проектов? Да, проектов и так далее. И необходима вот эта энергия, на которой я буду делать. На которой ты все делаешь. Третья чакра. И тут Ярослав вмешался и сказал, как всегда, в ходе ставится и пять копеек. И говорит, что Ирен, третья чакра, это вам должен помогать ее активировать мужчина, а не вы сами. И потому что только в активном общении между мужчиной и женщиной происходит гармония. И вы получаете именно те энергии, которые вам нужны. То есть я не искусственно, как будто в экубаторе пытаюсь, что там вырастет, а цыпленка, который под светом солнца. А я естественно окна получаю. Самое естественное, это общение с мужчиной, мужчиной и женщиной. Вы даете нам вторую, четвертую, шестую. Мы вам даем первую, третью, пятую, седьмую. И вот тогда возникает карман. Когда я пытаюсь как-то искусственно этими техниками заниматься, тем более та энергия, которая должна приходить от мужчины. Допустим, скажем, ладно, если я хочу развить свою энергию, вот там, допустим, вторая чакра, и я там упражнения, какие-то йоги, практики делаю, женские слизываю, сексуальную чувственность. То есть окей. Скажем, мужчина как бы не может не ожидать, он может только помочь, он может создать условия для того, чтобы она раскрыта. Так же и вот эта третья чакра, это что? Это бизнес, это социум, это внешняя среда. И не будучи защищенной, не будучи защищенной, вот вы раскрыте свою третью чакру, начнете социум начать продвигаться. О, я такая классная, я там бизнесвумен, бла-бла-бла. И что я делаю? Не имея защиты мужской, мне придется развивать в себе эти качества. Потому что, чтобы быть на войне, нужно уметь стрелять. Да. Раз я выхожу с социумом, я выхожу с мужской энергией, значит я должна ее не только в действиях применять, в достижении культуры, но и уметь ее защищаться. И эта форма влияет на содержание, на содержание того. Соответственно, в физиакле меняются мои гормоны, меняются эмоции, меняются гормоны, меняются мои вторичные благоприятники, меняется мое действие, меняется все. И я лично считаю, что это неправильно. Намного лучше это, когда у тебя есть защита, мужская защита. И тогда он мне поможет реализовать себя в социуме. Это будет натуральным способом. Но исходя, опять же, с того, что задача моя должна быть не зарабатывание денег, потому что это мужская задача. А получение? Да, получение, это основное, что должно быть. Но когда я одна, мне нужны другие цели. Это же зарабатывать надо. Надо понимать, что то, себя обеспечить. Вот уже я же одна, некому мне позаботиться о том, что мне это сделать. И что я делаю? Я превращаюсь в мужчин. Ну, с мужскими качественными повадками. А хочу привлечь мужчину тоже. А мужчину не нужно? Не нужно мужчин. Не нужно мужчина. Мужчинка. Мужику ненуженным. Другой мужик в юбке. Ему нужна женщина, которая мягкая, нежная, чувственная. И мы, женщины, как классно сказал, мы женщины. Я работаю с женщиной постоянно. Я прихожу, пытаюсь у меня от каких ролей выступать. Мы, женщины, мы хотим чего? Мы хотим того, чтобы... Так, человек говорил там, спился с этим. Мы, мы женщины. Мужчине не нужна женщина. Мужик другой в юбке или мужик в юбке. Ему нужна женственная, нежная, чувственная. И женщина решает все вопросы через мужчину. Через мужчину. Если мне нужно позаботиться о моем материальном состоянии, то естественно. Реализовать себя как специалист. Но, опять же, не зарабатывать денег, а для души. Да. Моё эго, да. На удовлетворении так же. Оно же у меня очень раздутое. У кого оно не раздутое? У нас всех раздутое эго. Его надо кормить вот этими эмоциями, естественно. Я это могу делать через мужчину. Через меня я это смогу сделать. Потому что он мне, он мне поможет этого допиться. И я стану женщиной. Мне надо будет развивать мужские качества. И я получу то, что такое хочу. Вот такие глаза такие. Мои главные. Да? Художник сразу видна. Это чтобы вы все видите. Красная шапочка. Сказала красным черный волк. Красная шапочка. И... Такие впитывающие. Да, да, впитывающие. Да, да. Так вот. Так вот творческие люди и получаются. Визуальный канал. Вот такое ощущение, что очень разное. Конечно, да. У меня комплистические глаза. Почему? Потому что они еще и видят больше 44 оттенков цвета. Я недавно узнала, что люди все видят разные цвета. И поэтому они и спорят про цвета. Да? Потому что у нас есть у всех... У нас плохо видно эти глаза. Такие, которые видят больше 44 оттенков красного. Великальные глаза. Они просто много видят. Эти глаза... на руки... А на лёте... Эти глаза... на руки... Эти глаза на руки... Очень... Очень... Хочешь, чтобы я общалась? Ну, это не хочешь, чтобы я общалась. Алло. Это то, что я хотел за вас... Привет. Может, вы услышите вот это... Сейчас, мам, минутку. ...как это правильный путь, потому что... Знаете, когда вот у женщины, девушки начинают идти вот по этому пути, а то есть скат и не в чем. Я превращаюсь. Я мужские качества. А я хочу привести себя в мужчину. Если я стану сильным, придяну сильного мужчину, если я сама сильная. Сильный мужчина хочет слабую женщину. Слабую компанию. Слабую то, что она там чупяк, ничего не умеет, размазняет. Женственная, нежная, мягкая. Которая сзади висела дерево. Которая нуждается в помощи, в конце концов. А если я сама достану, если я такая, все крутая, все сама могу, деньги зарабатываю. Ну, не плохого еще, что деньги зарабатываешь. Классно? Но главное, чтобы... И осталось вот это... И это не все остальное. Сохраните это. Да, потому что это самооценное. Это то, что нам нравится в женщине. Это самое главное. И если у вас есть, вы это сохраняли, то вы подтягиваете это в машину. Да, очень. Потрясающе. Здорово. Сильно так и есть. Я просто думаю о том, что... А это часть анимуса, да? Которая присутствует в женщине. Чего-чего части? Ну, анима и анимус. А я не знаю, ну... А, другое название. Это ведическое название? Нет, это по юнгу. А, по юнгу. Я не знаю, не читала. А, вы же там наш эколог. Простите. Чайник объедет, чайник объедет. Это одна вопроса, да. То есть, в Иисусе... Ну, вряд ли. Важно, чтобы в каждом человеке, в определенном уровне, было 70 процентов женщины, да, в качестве, и полицейских. Да, да, да. 78, да, вот так. Да, да, да. У нас у всех она есть. То есть, у нас у всех есть женская и мужская энергия. Просто она развивается при определенных условиях. И нормально, да, когда она в такой пропорции, когда я здесь доминирую между женщиной, или мужчиной, в мужском деле. Это то, что должно быть. Это правильно. Мы же приспосабливаемся, да, как вот женщины военные признаки, когда мужчины ушли, мужчины ушли у нас на войну, на фронт, да. Естественно, женщинам приходится, пришлось получать, прибирательные женские, мужские картины. Да. Что их не сделано. Я как раз вас оставлю, вы на свои темы поговорите, я минуток через 10-15 подойду. Хорошо. Заберу картину как раз. Хорошо, да, здорово. Вот, и такая штука происходит. Ну, совсем темно уже. Та-да. А какой репортаж, говорите, у тебя на сказку что-то будет? Нет, это я просто снимаю. Для себя? Да, я просто снимаю, так, да. Для удовольствия. Да. Здорово. Что-то в этом очень классное. В процессе серии, да? Да. Ну да, ты как чувствуешь, ты как будто, наверное, какой-то творец, творишь чего-то там, какое-то, да. Какое-то оживление, еще больше пространства. Да. И ты чувствуешь, что ты часть этого, вот это, я вот здесь фокус делаю, я в этом состоянии, честно говоря, я смотрю, о, так я в этом процессе был. То есть более, наверное, осознанно, такое углубленное, подлинное выхватывание частей. Да. Это здорово. То есть как бы, я больше привязываюсь к этому процессу, что я помню, что я на нем фокусировался, да, его видел, да, наверное, да. Да, наверное, так, это точно. Вообще-то круто, да, вот сами себя смотрят, так народ сидит, так себе. Вообще-то такое, это так, мне так нравится это состояние, когда вот просто сидишь, вот в процессе, кто-то что там делает, ходит, люди общаются, кто-то радуется, и ты, вот эта атмосфера вот эта вся, она такая, такая влагостная, такая классная. Кто-то там целуется, кто-то что-то говорит, кто-то спорит, кто-то играет, кто-то кушает. Так здорово. Здорово. Какие микромиры, которые вот разбросывают по полянкам, да, по микромирам? Я сравнивал, знаете, с чем, когда смотришь на соседний дом, в окошко, и я так, вот смотришь в это окошко, раз там какая-то семья, там кто-то там сидят, кушают, другие там дискутируют, третий фильм смотрят, четвертый там играет во что-то, и как бы, каждая новая жизнь, новое окно, новая жизнь. Настолько интересно. Вот это, задумаешься над этим. Боже, я себя чувствую, как будто я, как бы, Господь Бог, типа такого, что я могу вот видеть, как бы, наблюдать разные жизни, одновременно. Со стороны как бы. Да, это такое ощущение, такого, что ты, ну типа мудрость такая, что ты вот можешь посмотреть и какие-то выводы сделать, что вот, вот, вот эти же вот так, так, типа такой анализ, так, здесь вот эти вот там ругаются, так, чё бы ты им посоветовал, чтобы у них было всё хорошо? Раз там, чё-то подумал, потом раз другую, раз другая сцена. О, они там играют в шахматы, так, какой бы ты им посоветовал, хоть сделать, чтобы он выиграл? И так, так, она так интересная. Самое забавное, что вот эти люди, да, это же тоже часть нашего мира. Да, да, да. То есть мы сами являемся как бы смотрителем и в то же время участником. Да, пектакль великий большинственный пектакль, да. В тот момент, когда вы рассматриваете эти окошка, у нас происходит наше кино, в котором мы рассматриваем чьи-то окошки. Да. И что-то для себя понимаем и анализируем. А может, видим где-то себя в этих ролях. Это очень замечательно. Классно. Что такое было просветление, когда сознание, когда я задумался над тем, что... Простые вещи, которыми я все знаю, в принципе, что я душа, да. И я вот помню, такое потрясение на меня было, когда я просто как бы осознал, что я душа. Как бы до этого я знал, да, душа, я душа, да, я знаю, что я душа. Но когда ты это пропустил вот через свои ощущения, через сердце, что я душа. Я прямо, ну, как будто я смотрю на себя тогда и не так представляю, что я душа, где-то там где-то, да, и вот я имею вот это тело, такую палочку, которая временная, она просто дана мне для того, чтобы я получал опыт. Чтобы я получал какой-то опыт в этой жизни. И она временная, сейчас она есть. Моя миссия закончится, я покину эту... У меня эти костюмы. Да, у меня будет другой костюм, у меня будет другой аквалан. И другая миссия. Миссия. Алло? Да, ну, привет. Я наберу через минут пять. Давай, давай. 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 Вертельник. Не так. Давай. Ну, какой-нибудь... Давай. На, машине. Пока-пад. Крут-нал-нал... На, машине. Как я holding. Субтитры сделал DimaTorzok